В США более 60 национальных парков. И согласно неофициальной статистике, там пропадают без вести сотни людей ежегодно. Почему неофициальной? Да потому что как бы странно это не звучало, но управление парками США не ведет реестра пропавших без вести. В 2017 году с большим трудом под давлением общественности управлением парков был опубликован сухой список пропавших. Парадокс заключается в том, что некоторые пропавшие словно провалились сквозь землю. Ни следов, ни улик, ни зацепок. Рекордсменом по таинственному исчезновению туристов безусловно является национальный парк Йосемити в штате Калифорния, расположенный на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Площадь парка составляет 3081 квадратный километр. Это сопоставимо с республикой Ингушетия и немногим больше общей площади Москвы. Но если в Ингушетии и тем более в Москве можно купить еды, обратиться за медицинской помощью, снять номер в гостинице или арендовать автомобиль, то 95% территории Йосемити являются зоной дикой природы с труднопроходимой местностью. В сегодняшнем выпуске, посвященном таинственным исчезновениям людей, речь пойдет о бесследном исчезновении 14-летней Стейси Энн Арос. Это случилось во второй половине дня 17 июля 1981 года, когда группа из 8 человек, включая Стейси и ее отца, въехали в лагерь Санрайс-Хай Сиерра, верхом на лошадях. Лагерь находился на высоте около 2800 метров над уровнем моря и считался заключительной точкой в маршруте, по которому совершала конную прогулку группа Стейси. Лагерь был построен в 1961 году, чтобы сделать отдаленные уголки парка Йосемити доступными и привлекательными для туристов, предлагая потрясающие виды на дикую природу, а также душ, крышу над головой и удобные кровати. Стейси Арос сказала отцу, что хочет пофотографировать озера Санрайс. Это было не так уж и далеко, порядка двух с половиной километров, и практически весь маршрут был в зоне видимости лагеря. А потому отец отказался сопровождать Стейси. Девушка освежилась в душе и стала собираться в дорогу, когда отец сделал ей замечание по поводу обуви. Стейси хотела отправиться на прогулку в простых сандалях. Отец же настоял на том, чтобы она обулась в походные ботинки. По пути к озеру Стейси догнала пожилого мужчину по имени Джеральд Стюарт, который также был в составе группы. И он решил составить компанию девушки, но в силу возраста через некоторое время отстал от нее, а после и вовсе присел отдохнуть. Девушка не стала дожидаться пожилого спутника и продолжила путь к воде. Позже гид группы, работавший в то время с лошадьми, вернувшись в лагерь, отметил, что видел Стейси примерно в 40 метрах от туристической тропы. Девушка входила в рощу деревьев. Гид стал последним человеком, который видел подростка. В тот день Стейси бесследно исчезла. Когда пожилой несостоявшийся спутник Стейси вернулся в лагерь, он столкнулся с группой туристов, которые шли с озер, куда и отправилась Стейси. И поинтересовался у них, не встречали ли они девушку. Туристы ответили отрицательно. В этот самый момент к диалогу подключился и гид группы, рассказав, что видел Стейси в стороне от тропы. Все это обеспокоило отдыхающих, и они решили отправиться к озерам Санрайз в поисках туристки. Поиски не увенчались успехом. Кроме крышки от объектива фотоаппарата, не было найдено никаких следов. Развернутая на следующее утро круптомасштабная поисковая операция, в которой участвовали более ста человек, также не смогла пролить свет на исчезновение Стейси. Вертолет парка Йосемити находился в воздухе 40 часов, прерывая поиски лишь для дозаправки и смены экипажа. Дополнительно три вертолета также патрулировали местность с воздуха в надежде обнаружить хоть какие-то следы. На земле поисковые группы с собаками обследовали чуть ли не каждый квадратный сантиметр в районе исчезновения девушки. Но все было тщетно. Никаких следов. В общей сложности активные поисковые мероприятия продлились 12 дней. Как же так вышло, что девушка могла исчезнуть, не оставив абсолютно никаких следов за исключением крышки от фотоаппарата? Конечно же, версий огромное множество. Давайте попробуем разобраться в этой истории. Для начала немного о лагере, в котором остановилась Стейси и ее спутники. Sunrise High Sierra – лагерь, состоящий из девяти палаток. Хотя, конечно, палатками эти туристические домики назвать язык не поворачивается. Больно комфортное жилище. Кемпинг расположен на возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на долину, по которой и проходит тропа к озерам Sunrise. Именно поэтому отец, да и другие участники группы видели Стейси и пожилого мужчину. Видели, как они направлялись к озерам и как пожилой Джеральд в какой-то момент присел отдохнуть. Но ближе к озеру тропа проходит через лесной массив и небольшую возвышенность. Именно в этом месте гид группы увидел Стейси в последний раз. Безусловно, исчезнуть в долине по пути к озеру невозможно, так как это открытая местность, хорошо просматриваемая с лагеря. А вот с началом лесного массива, непосредственно на подходе к воде, уже возможны варианты. К тому же гид утверждал, что когда наблюдал Стейси, она была примерно в 40 метрах от тропы. Таким образом, одна из версий гласит, что девушка просто заблудилась. Многие возразят, что группа отправилась на поиски Стейси спустя буквально считанные минуты, с момента предполагаемого исчезновения девушки. Как можно было потеряться за столь короткий период, буквально от получаса до часа, да еще и находясь так близко к туристической тропе. Попробуем обратиться к подобным прецедентам. 23 июля 2013 года 68-летняя Джералдин Ларгий без следа пропала на Апалачской тропе, отойдя считанные метры от маршрута, чтобы справить нужду. Ее тело и лагерь удалось обнаружить спустя лишь два года с момента исчезновения, всего лишь в пяти километрах от тропы. И так же, как и в случае со Стейси, были обширные поиски, которые не привели к положительным результатам. Но справедливости ради стоит отметить, что первое время поисков престарелой туристки шел проливной дождь, что, конечно, не способствовало спасательной операции. Самое обидное заключается в том, что лагерь, который разбила пропавшая женщина, находился буквально в 50-60 метрах от места, где густой лес переходит в разреженную рощу с отличной видимостью. И если продолжить путь дальше, то уже через два километра пропавшая могла бы выйти на активно действующую лесовозную дорогу. Джералдин Ларгий провела в своем лагере почти месяц, пока не скончалась от голода и холода. Относительно случая Ларгий можно возразить, что женщина была уже в преклонных годах и вследствие этого плохо ориентировалась. Но, несмотря на возраст, туристка была очень активным путешественником. В конце концов, не просто так она согласилась на переход по Апалачской тропе, протяженность которой на минуточку 3,5 тысячи километров. Да и после схода с тропы Джералдин удалось выживать на протяжении 22 дней, что без походного опыта просто невозможно. Происшествие с Джералдин Ларгий подтверждает, что можно заблудиться и умереть, отойдя буквально несколько метров от тропы, и даже самые обширные поисковые операции не дадут результатов. Еще одним показательным случаем является исчезновение Рэнди Моргенсона. Джеймс Рэндалл Моргенсон был опытным рейнджером, служившим в национальных парках Секвоя и Кингс Кэньон. На момент исчезновения ему было 54 года, 27 из которых он провел в национальных парках США. Рейнджер отправился в обычный обход местности парка Секвоя 21 июля 1996 года и пропал. Несмотря на обширные поиски, следов рейнджера обнаружить не удалось. И только в 2001 году, спустя 5 лет с момента исчезновения мужчины, было найдено его тело и личные вещи в районе дренажа оконного пика. Эксперты заключили, что при переходе через ручей Джеймс оступился, сломал ногу и утонул не в силах сопротивляться водной стихии. После тело покойного отнесло к дренажу, где обнаружить его было бы проблематично. И лишь по случайному стечению обстоятельств Моргенсон был найден работником парка. Эти два случая ясно дают нам понять, что отойдя от тропы буквально на несколько метров и являясь при этом даже опытным путешественником, можно погибнуть, не дождавшись помощи. Что могла сделать 14-летняя девушка, осознав, что она заблудилась? Вероятнее всего, начала паниковать. Опытные спасатели в один голос твердят о том, что заблудившиеся совершают одну и ту же ошибку. Они идут, а иногда и бегут в надежде выйти на знакомую область. Тогда как лучшим вариантом в таком случае будет просто оставаться на месте и ждать помощи. Особенно, когда вы в составе группы и точно знаете, что вас хватятся и будут искать. Это достаточно неплохо. Первое, что я бы сделал на месте этой девушки, когда заметил, что потерялся, я бы, скорее всего, не двигался с места. Вот такое вот логичное поведение, мне кажется, в случае, если ты потерялся где-то недалеко от лагеря. Если в лагере есть люди, они заметят с утра твою пропажу и отправятся тебя искать. Ты услышишь крики, выстрелы и выйдешь на поисковиков. Это самый логичный и быстрый исход этой ситуации. Ну и в целом... Вполне возможно, Стэйси увлеклась фотографией и сама того не осознавая, углубилась в лесной массив. А когда стала понимать, что заблудилась, предалась панике и начала метаться. Тем самым, окончательно потеряв ориентиры и в конце концов выбрала неправильный путь, все дальше и дальше уходя от тропы. Сейчас такой вариант кажется очень странным. Поиски начались практически сразу после исчезновения. Искали с воздуха, искали с собаками, но, несмотря ни на что, следов не обнаружили. О пропавших Джеймсе Моргенсоне и Джералдин Ларгей поначалу тоже говорили, что здесь замешано нечто сверхъестественное. Но после обнаружения тел все становилось на свои места. Поэтому вариант заблудившейся Стэйси вполне рабочий. Потерялась, упала в какую-то расщелину, потому тело до сих пор не найдено. Если бы не одно «но». Даже два. Первое заключается в том, что вплоть до 2017 года дело о пропаже Стэйси вообще нигде не афишировалось. Никто не отрицал ее исчезновение, но и на всеобщее обозрение обстоятельства этого дела не выставляли. Вторым «но» является заявление Дэвида Паулайдеса, автора серии книг «Пропавшие без вести-411». С его слов, при подготовке описания случая пропажи Стэйси он отправил официальный запрос с целью получить данные по делу исчезнувшей девушки. Но власти ему отказали. Почему в предоставлении дела было отказано, хотя материалы по другим исчезнувшим выдавались без проблем? Неужели власть что-то скрывает? Некоторые пользователи тематических форумов утверждают, что дело Стэйси насчитывает более 2000 страниц. Что можно излагать на таком объеме бумаги? Впрочем, это всего лишь утверждение простых пользователей и вряд ли стоит им доверять. Тем не менее, многие предполагают, что в исчезновении Стэйси замешаны силы, которые наука не может объяснить. Одна из популярных теорий гласит, что к пропаже Стэйси причастны так называемые ходоки из Фресна или ночные ползуны из Фресна. Впервые этих существ обнаружил человек по имени Хосе. И произошло это, как вы уже догадались, в местечке под названием Фресна в штате Калифорния. Однажды Хосе услышал лай собаки и взглянул на монитор камеры, которая была установлена на лужайке его дома, и увидел этих странных существ. Позже, в 2011 году, уже камеры парка Йосемити засекли ночных ползунов непосредственно на территории парка. Ну и, конечно же, никуда не делась версия и снежного человека, хоть она и не так популярна в случае с исчезновением Стэйси. Как бы там ни было, на 2023 год новых данных о Стэйси не поступало, да и вряд ли уже поступит. Несмотря на всю странность и загадочность исчезновения девушки, наиболее вероятной все же является теория, что подросток просто заблудился.